МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подарили улыбки и памятные открытки. Репортаж с места события смотрите в нашем следующем сюжете. В День матери молодежный парламент города Слуцка районный комитет Общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, Общественное объединение Белорусской республиканской опернерской организации при содействии госавтоинспекции на территории средней школы номер 10 провели праздничную акцию «Осторожно, мамочка!» В рамках этой акции члены молодежного парламента совместно с членами Белорусского республиканского союза молодежи и членами Белорусской республиканской пионерской организации и сотрудниками госавтоинспекции поздравляют женщин-автомобилистов с праздником. Основной целью совместного мероприятия стала профилактика дорожно-транспортных происшествий. «Хотим вас праздником поздравить сегодня!» «Поздравляем вас с великолепным Днем Матери, с вами крепкого здоровья, хороших детей, чтобы они всегда были умными, красивыми». «Спасибо большое!» «Это очень приятно, это очень неожиданно, увидеть ГАИ в роли поздравляющих, а не проверяющих документы. Ну а День Матери, ну это святое!» «От молодежного парламента хотим поздравить наших дорогих мам с Днем Матери». «Мы хотим пожелать крепкого здоровья вам и вашим детям». «Чтобы каждый новый день был лучше предыдущего». «Мы хотим, чтобы в семье хвост царила всегда счастье, спокойствие и уют». «С праздником!» «С праздником!» Екатерина Никитина, Игорь Стрежкин, СЛУЗ-ТВ. «Лучший по профессии» На Случине прошел районный конкурс профессионального мастерства среди работников сельских учреждений культуры. Подробности у Екатерины Никитиной. В Бокшинском сельском доме культуры Слуцкого района состоялся второй районный конкурс профессионального мастерства. Гордимся мы профессией своей. «Культура – это прежде всего люди. Люди творчества, где множество идей, планов и в первую очередь бескорыстное служение своему делу. За звание «Лучший в профессии» вступили пять работников сельских домов культуры Слуцкого района. Среди них директора учреждений и художественные руководители». Организаторами конкурса выступили Слуцкий район и Центр народного творчества. «Данный конкурс у нас ежегодный. В этом году он проводится во второй раз. Место проведения мы выбрали не случайно. Это Бокшинский сельский дом культуры, так как художественный руководитель Дмитрий Рыбак – победитель первого районного конкурса профессионального мастерства. Сегодня у нас участвует пять конкурсантов. Все они талантливые, артистичные и профессионалы своей работы». Участницы соревновались в различных конкурсных заданиях. Среди них – визитная карточка, живимая профессия, эрудиты и конкурс актерского мастерства. «Третий конкурс у нас будет актерское мастерство. Наши работники покажут, на что они гораздо. Самый интересный момент – это будет актерское мастерство. Все-таки, как профессионалы себя поведут на сцене». Хартина Дора Медонтовна. Я интересуюсь, у вас бывают ни хрени? Нет, у нас никого не бывает. Одна только скука. Такая скука... Я заявляю совершенно официально, как начальник Хармезона, скуки больше не будет. Мы ее пак-пак и мимо. Всех присутствующих в зале радовались своими музыкальными номерами ансамбль народной песни «Забава», Бокшинского дома культуры и Козловичского дома культуры. Все конкурсантки старались показать свой талант и мастерство, а потому компетентная жюри наградила каждую из них ценными подарками и дипломами за активное участие. Я болею за каждую, поэтому мы один сплоченный коллектив, поэтому я желаю всем победить. Мне очень понравился конкурс. Все были достойны. Особенно я хочу, конечно, похвалить Светлану с Гольческого дома культуры. Ее творческий номер мне очень понравился. По итогам конкурса были определены три призовых места. Диплом третьей степени была награждена Марина Дурицкая, директор Мусического сельского клуба библиотеки. На втором месте Марина Островская, художественный руководитель Сорокского сельского дома культуры. И победителем стала Наталья Яцко, директор Гольческого сельского дома культуры. Старались, работали, трудились, надеялись. Ну, главное, была не победа, а главное, достойно было. Если проиграть, то достойно. На протяжении конкурсов в зале царила теплая и дружеская атмосфера. Группы поддержки конкурсантов активно болели за своих участников, а они радовали зрителей своими яркими выступлениями. Районный конкурс профессионального мастерства «Гордимся мы профессией своей» среди работников сельских учреждений культуры это индивидуальный конкурс, раскрывающий потенциал специалиста. Конкурс показал, что в культуре нет случайных людей, что именно этих творчески одаренных людей выбрала профессия культработника. Екатерина Никитина, Игорь Стришкин, Слудск ТВ В молодежном центре прошел районный творческий конкурс «Мой выбор». В нем приняли участие молодые специалисты из пяти областей деятельности промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и образования. А чей же выбор оказался самым успешным? Смотрите в следующем сюжете. Все профессии нужны, все профессии важны. Вот только выбрать из всего многообразия одну, которая подходит именно тебе, бывает очень сложно. Участники мероприятия «Мой выбор» уверены в том, что они не ошиблись и попытались доказать это всем остальным. Для этого им, как в сказке, нужно было пройти три нелегких испытания. Первым этапом стала визитка, в которой конкурсант должен был рассказать о себе и своей организации. Здесь каждый проявлял фантазию как мог, песни, стихотворения и видеоролики. В ход шли все подручные средства. На втором этапе участников решили проверить на эрудированность и предложили им ответить на вопросы из разных областей знания, с которыми они с легкостью справились. Заключительным этапом стал творческий номер, в котором конкурсанты проявили все свои таланты. Группы поддержки тоже не остались в стороне. Они не только подбадривали своих коллег на протяжении всего мероприятия, но еще и сразились за звание самой активной, чтобы помочь своему участнику победить. Все конкурсанты получили ценные призы, тройки победителей вручили дипломы. Победу в игре одержала Кристина Березовская, чему она и ее группа поддержки были очень рады. Мы за нее очень переживали, болели, и мы рады, что мы смогли помочь всеми нашими эмоциями, силами, нашей верой, энергией, зарядили ее и победили. Я хочу выразить огромную благодарность своему коллективу, самому лучшему, за то, что вы меня поддерживали. Большое вам спасибо. Любовью материнской мир прекрасен. В городском Доме культуры прошла праздничная концертная программа. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Большой праздничный концерт в День матери состоялся в городском Доме культуры. Зал полон, обстановка торжественная. В этот день чествуют матерей, самого дорогого человека в жизни каждого из нас. Ведь нет на земле более высокой миссии, чем растить и воспитывать детей. Я пишу тебе ради жизни эти сроки в моей руке. На коленях я склоняюсь к тебе в тобой. Несмотря на все взгоды, ты меня отбед спасаешь, мою душу укрываешь теплотой. Спасибо, родная, за то, что ночами у детской кроватки моей не спала. Присутствующих в зрительском зале поздравила заместитель председателя Слудского райисполкома Лариса Геннадьевна Добровольская. Уважаемые женщины, мамы Слудского района, от имени Слудского районного исполнительного комитета, Слудского районного совета депутатов поздравляю вас с осветным праздником, Днем Матери. Примите пожелания всем крепкого здоровья, добра, благополучия, уважения, любви и внимания близких и счастья в детях. С праздником вас! В ПАЕ работала выставка работ умельцев любительского объединения фантазии. Творческие коллективы Случины всем присутствующим подарили хорошее настроение и незабываемое впечатление. Екатерина Никитина, Святослав Логвин, Слуд ТВ. Сказка для Случан стала ближе. Второй семейный фестиваль Чудесариум собрал детей и взрослых в спортивном комплексе «Дельфин». Подробности с мероприятия в нашем следующем сюжете. Прошедшие выходные прошел второй семейный фестиваль Чудесариум. В спортивном комплексе «Дельфин» в этот день было многолюдно и очень весело. Организаторы мероприятия, семья Вавиловых, постарались делать все, чтобы объединить в этот день родителей и детей. Они провели игровые, конкурсные, танцевальные и шоу-программы, где могли участвовать абсолютно все, без исключения. Каких чудес только не было на шоу. Семь часов анимации, научное, бумажное шоу, фотозоны, батуты, завораживающее и сказочное красивое шоу мыльных пузырей. Партнеры из Лунинца, Минска, Бобруйска и Слуцка представили свои товары, изготовленные своими руками. Свечи, заколки, обручи, браслеты, плетеные корзинки, сувенирную продукцию и многое другое. Для детей на протяжении праздника были организованы разнообразные мастер-классы. Дети изготавливали для себя бумажные короны и браслеты. А каждому желающему мастер аквагрима сделал незабываемый грим. Первым, самым фантастическим и чудесным зрелищем было шоу мыльных пузырей. Программа включала в себя оригинальное превращение мыльных пузырей, огромные шлейфы, погружение в пузырь и дождь из мыльных пузырей. Скажи, пожалуйста, как тебе праздник? Ладно. А что тебе тут больше всего понравилось? Мыльные пузыри! Давайте полтора сюда, к нам, в центре. А еще что тебе понравилось? Кружка, охудем, водосудователь, и еще мне очень понравились батуты. Мне понравилось именно в мыльных пузырях. Когда мы заходили и нас окунали в мыльные пузыри. Здравствуйте, Айгрики. Скажите, пожалуйста, как вам мероприятие? Очень хорошо, очень здорово, весело, прекрасно. Нам очень нравится. Анечка, тебе понравилось мероприятие? Да. А если еще оно такое зовут мероприятие, ты придешь? Да. А что тебе именно понравилось здесь? Ну, шоу мыльных пузырей. Во время самых завораживающих шоу дети вскрикивали от удивления, а взрослые смотрели с восхищением. Так было и во время увлекательного шоу «Калейдоскоп открытий». Основой которого является опыт с жидким азотом. Здесь зрителям наглядно продемонстрировали законы физики и химии в игровой форме. Дети узнали много нового из мира науки и смогли лично поучаствовать в нем. Кульминацией мероприятия стала бумажная дискотека. Именно это шоу из бумаги было столь неповторимым. Оно вызвало бурю положительных эмоций, раскрепостило и заставило взрослых почувствовать себя детьми, а дети почувствовали себя в раю. Знаете, очень понравился. Детям тоже было весело. Пусть мне дочке полтора года, но все равно было интересно. Следует отдать должное организаторам мероприятия «Чудесариума». Оно было выстроено так, что все семь часов и взрослые, и дети были чем-то увлечены. Если вы не смогли попасть на данное семейное мероприятие, не расстраивайтесь. Братья Вавиловы обещают. С фантастическим шоу они еще раз приедут в Слуцк. Это развлекательное мероприятие для всей семьи, в которых мы показываем свои шоу-программы. Плюс мы формируем игровую зону, это надумные горки. Ну и, конечно, привлекаем партнеров, местных партнеров, в первую очередь. Это организации, которые находятся в городе Слуцке, которые предоставляют товары и услуги для жителей города Слуцка, для детей, взрослых, для мам, для пап, для бабушек, для дедушек. Вот. Мы делали это в городе Сальгорске, чудесариум, и сегодня находимся в Дельфине и показываем чудесариум здесь, сегодня и сейчас. Мы хотим сделать доступными развлечения для всей семьи не только в сезон, а это обычно летом, да, а круглогодично. Один билет на целый день вы можете, как родители, так и дети, воспользоваться всеми причитающими услугами, которые находятся здесь, сегодня и сейчас. И тот же этот семейный фестиваль, это в первую очередь живое общение. Дети контактируют с нами, мы с детьми, с родителями, мы показываем свои шоу-программы. И, ну, следите за нами, смотрите, я надеюсь, что в вашем городе мы боимся и покажем то, что мы умеем, и надеюсь, вам это понравится. Это все новости на сегодня. Следите за новостями в наших социальных сетях ВКонтакте и Ютьюбе. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте свои интересные темы. Журналисты нашего канала готовы разобраться в вашем вопросе. Всего вам доброго!